Радио 54 Транссибирскую магистраль именно в таком формате я выбрал, потому что она огромное влияние оказала на формирование нашего города А вы интересуетесь историей города? Да, конечно, но не только интересуюсь, мои работы, как правило, связаны с городом, во всяком случае научные изыскания мои связаны именно с Нома Николаевском Транссибирская магистраль, она является, во-первых, нельзя, наверное, сказать городообразующим предприятием нашим Но, тем не менее, возникновение Нома Николаевска связано именно с строительством железнодорожного моста через реку Оль И затем, уже благодаря тому, что у нас прошел именно путь Транссиба, город стал очень бурно развиваться И в какой-то момент времени он по темпам своего прироста численности населения обошел даже Чикаго То есть у Чикаго очень быстро рос индустриально Поэтому, собственно, его и называли Сибирским Чикаго Да, да, его и называют Сибирским Чикаго А я знаю, что на Сибирске точка от начала Транссиба есть у нас даже специальная стела с этим километражом 3336 километров Ну да, да Продолжаем И благодаря тому, что в городе был Транссиб, станция железнодорожная в город стала активно стекаться капитал Колыванские купцы сюда переезжали, многие алтайские купеческие семьи Здесь открывали склады различные алтайские предприятия Вот, например, маслоделы, знаменитые алтайские, которые продавали масло даже в Европу, возили Они тоже стали здесь основывать склады свои на постоянной основе И в итоге Новониколаевск развел из, получается, 1895 года к 1914 году население города составило по официальной переписи 80 чем-то тысяч человек То есть почти догнали Томск, который был на тот момент столицей Западной Сибири Если смотреть конкретно по Транссибу, то данная статья еще затрагивает такие вопросы, как освоение Сибири Потому что Транссиб огромное влияние оказал на освоение Сибири экономическое После реформ Столыпинских Именно благодаря Транссибу стало возможно переселять огромное количество крестьян на территорию Сибири Сибири и Дальнего Востока И также не последнюю роль он сыграл и в мобилизации, как в Первой мировой войне, так и в русско-японской, так и в Великой Отечественной Он, конечно, достраивался, потом расширялся Транссиб Бам, строили Но, тем не менее, вот эта вот основная дорога, она была возведена именно в конце 19-го, начале 20-х веков Вот, и еще одна статья, о которой стоит поговорить Это статья про Ермака Ермак, личность довольно знаменитая Это такой один из символов, наверное, Сибири Ассоциация, одна из главных ассоциаций с Сибирью, когда говоришь людям Да, конечно, многие слышали, кто такой Ермак, кудовой казак, который присоединил в Сибирь Но, на самом деле, история его тоже так окутана в завесы тайны Он был разбойником на Волге Его даже искали царские войска Пытались его поймать после этого Он, скорее всего, потому что тоже до конца не ясно, к сожалению Убежал на Урал по владению купцов Строгановых Которые, собственно говоря, его наняли для охраны своих земель от постоянных набегов сибирских царевичей Ну вот, он настолько успешно охранял их территории, что в итоге завоевал Сибирское ханство Ну, не до конца, к сожалению, потому что, когда он погиб, Сибирское ханство было вновь образовано Потому что русские люди промышленные были вынуждены уйти, получается, с территории Сибирского ханства Они вернулись только спустя несколько лет уже с подкреплениями из Москвы Потому что уже царь Иван Грозный дал официальное одобрение на присоединение Сибири Вот, и Ермак в этом смысле фигура примечательная Даже не с той точки зрения, что он присоединил, а с той точки зрения, что он осмелился Потому что Сибирь была чем-то неизведанным, сокрытым Вот если читали романы Алексея Иванова «Сердце Парма», например То есть там про Урал То же самое примерно было и с Сибирью То есть какая-то темная земля, о которой почти никто ничего не знал В ходе написания книги какие-то вы столкнулись с развеянием какого-то мифа? Вот вы думали, что вот так, а на самом деле оказалось по-другому Ну, лично для себя это миф, связанный с Первой мировой войной Потому что в тех трудах и в тех научно-популярных статьях, что я читал О Сибири вегах на Первой мировой войне ходил миф, что они просто какие-то неубиваемые солдаты Просто идеальные бойцы Но выяснилось, конечно, в итоге, что они очень хорошие, конечно, бойцы Но при этом со своими особенностями, со своими проблемами Вот, ну это именно из моих статей Не знаю, может быть, ребята другие мифы какие-то развеяли в ходе написания Пока не знаю, к сожалению Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM